Указка имел в семье Папчук-Сетновых, передается буквально из поколения в поколение. Сразу в трех Ивановских школах работают педагоги этой учительской династии. Это первая в семье учительница Людмила Михайловна Папчук. Больше 50 лет она преподает школьникам французский язык. Педагог рассказывает, никогда нарочно профессию не хвалила. Собственным детям любовь к этой работе не внушала. Просто приходила счастливая из школы и вдохновенно рассказывала о деле своей жизни. Я помню, работала в Новогорку, в поселке нашего Шуйского района. Я там отработала 7 лет. Вот мы, например, в перемены, мы не сидели в кабинетке или в учительской. Я всегда выходила в коридор, и мы с детьми пели песни. Это было так здорово. А сейчас, конечно, песни уже не пою, но дети всегда подходят, что-то спрашивают, я им что-то объясняю. Учитель французского для себя вывела формулу успеха в работе. Главное с детьми – это взаимопонимание. Тогда и результат будет, и знание. С членами своей семьи Людмила Папчук этим секретом поделилась. Главное в школе, считаю, не только знание по предмету, по любому, не важно, французский или друг какой-то, но главное – это взаимоотношения с детьми. Мне кажется, меня дети понимают. Поэтому школа – это мой второй дом, и без нее мне очень плохо. И уже, может быть, пора бы уйти на пенсию, но жалко бросать их. Семья не строгих учителей, шутят про себя педагоги. У Людмилы Михайловны две дочери. Одна работает в начальных классах 67-й школы, вторая – директор в 56-й. Много лет преподаватель физики Елена Ситнова работала в ВУЗе, а сейчас пришла в школу, бесповоротно и окончательно в нее влюбилась. Доктор педагогических наук Елена Владимировна ведет у студентов, курирует аспирантов и обучает школьников. Про свой жизненный путь рассказывает так – желание быть учителем впитала с молоком матери. В детстве мы рисовали тетрадочки, ставили отметки. Все то, что мы видели и впитывали, привело к тому, что состоялся этот выбор. Он был осознанный. Мы просто с сестрой видели это вот с самого начала, насколько это и сложно, и интересно, и познавательно. И поэтому как-то нам все время хотелось попробовать себя. Вот они и попробовали. У представительницы третьего поколения педагогов Анастасии Ситнова и другая присказка. Говорит, учительство заложено в их семье на генном уровне. Анастасия Андреевна пошла учиться по стопам бабушки на преподавателя французского. Сейчас волей судеб и учебного плана учат ребят музыки. Мы свято верим в доброту людей. Мы верим в руки матери своей. Уже несколько лет Анастасия Ситнова замдиректора по воспитательной работе. Крик или громких оговорок учеников на ее уроках не услышишь. Все представители учительской династии детей любят и без школы не мыслят жизни. Когда ты приходишь в класс, когда ты понимаешь, что ты можешь дать ребенку новые знания, новые эмоции, ну это непередаваемое ощущение. Наверное, действительно, в эту профессию должно идти по призванию. Без любви, без уважения. Пусть это маленькие еще люди, но элементарное уважение к ним должно быть. И только тогда будет действительно взаимоуважение и позитивный учебный, образовательный, воспитательный процесс. День учителя для семьи Папчукситновых праздник в Кубе. Обязательно соберутся вместе и снова все разговоры сведут к школе. Чем живут, о том и думают.